Лабранда Марес Мармарес. Хочу вам показать обзор этого отеля. При подъезде сразу выглядит здание как-то старо и мрачно. Посмотрим, что там внутри. Вот такой здесь вход в отель. Лобби-бар, где можно взять любой напиток. Луна! Итак, мы пришли в наш номер. Давайте посмотрим, куда мы сейчас заселились. Это наша новая комната в отеле Лабранда в Мармаресе. Комната огромных размеров. Большущая двуспальная кровать. И кровать для детей, для ребенка, для Дениса. Диван. Большое зеркало. Есть где разгуляться, чтобы выставить все свои принадлежности. Чайник, чашки, кофе, чай. Даже есть бокалы очень удобно. Она действительно огромная, чтобы вы могли понять. Большая комната. Телевизор. Холодильник. Все работает. Вот у нас балкон. Сейчас мы выйдем и посмотрим. Балкон. Включеная мебель. Вот такой у нас вид из номера. Мы заведомо не брали вид на море, потому что это было дороже. А мы из мира и так видим его каждый день. Но учитывая, что мы с собакой, нам разрешили выходить вот здесь с ней погулять. На этой площадке. Естественно, убирая за ней. Так что очень удобно. Ой, мои мальчики пришли. Да. И девочка. Еще мне очень нравится, что есть отдельная гардеробная. И тогда не будет наставлено всяких чемоданов и вещей в комнате. Есть сейф. Вешалка и большое зеркало напротив. Мне нравится. Здесь у нас туалет и душевая кабинка. Большая раковина. Огромное зеркало. Лампы. Ванные принадлежности. Мыло. Жидкое. Душевая кабинка. Все скромно и со вкусом. Полотенце. В общем, все есть для удобства. Не успели заселиться в отель, как первое мое недовольство. Нет шампуня и бальзама для волос отдельно. А есть только два в одном. Которые не очень хорошо промывают волосы. А я с собой ничего не взяла. Во-вторых, в кабинке был какой-то пластиковый пакет. Или пластик какой-то непонятный. Который теперь не пропускает воду. Часть я выловила. Но это не очень приятно. В общем. Вот такие дела. Вот по этой дорожке мы спускаемся к пляжу. Луна с нами. Если стоять лицом к отелю, то, пойдя направо, вы пойдете в Марморес дорога. И налево эта дорога ведет в Эчмелер. Здесь совсем недалеко. Но мы идем сегодня на пляж. И послушайте этот звук. Цикады. Вот по этой лесенке мы спускаемся на пляж. Таких спусков несколько в разных местах. На ресепшн нам отдали карту. По которой определенные места, где можно купаться именно с собакой. Так как мы все-таки с нашим новым членом семьи. В этих местах пляжи вот такие. Здесь нет пляжа с песком, как люди привыкли. Например, в Анталии. Потому что здесь такой берег. Водичка чистая. Отель работает по системе. Все включено. Поэтому на пляже есть бар, где выдают напитки. Видите, повсюду есть комнатки для переодевания. Наверху есть туалеты. А мы будем наслаждаться вот этой красотой. Обожаю эти края. Для меня они особенные. Еще рано бары на пляже не открыты. Уже лежат полотенца. Люди заняли себе места. И вот такой пирс, уходящий в море. На нем шезлонги, зонтики. Если стоять к морю лицом, то справа, самый дальний уголок пляжа, это место, где можно купаться собаками. Здесь пологий вход. И, кстати, здесь также плавают именно с детьми. Потому что им там удобно заходить в воду. Посмотрите, какая красота. Шезлонги у самой линии воды. Луна, ко мне. Ко мне, моя хорошая. Луна, ты будешь плавать сегодня, Луна? Луна пока еще боится воды. Красота же. На самом деле, больше ничего другого в голову не приходит. Только так. Красота. Вот так. В комментариях под обзорами видео часто спрашивают, какой пляж. Так вот, на этот пляж лучше брать с собой резиновые тапочки для входа в воду. Вот видите, хоть здесь и крупный песок, но здесь еще такие мелкие камушки. И когда входишь в воду, они становятся крупнее и крупнее. И больно ногам. Вот так наш пляж выглядит с воды. Наверху виднеются бунгало отеля. Ведь отель состоит из двух комплексов. Один такой многоэтажный, где нас поселили. И один вот бунгало. За них нужно доплачивать. Луна вот так вот нас где-то ждет. Она уже поплавала. Больше не хочет. Мы пришли на завтрак. Всякие семечки. Корм для птиц. Зелень. Выбор сыров. Различные колбасы. Рыбка. Как всегда в Турции всевозможные виды оливок, мюсли, йогурты. Фруктовые добавки к йогуртам. Можно взять глазунью и яичницу. Да. Здесь можно приготовить самим тосты. Здесь вареные яйца. Омлет красивый. Написано итальянский. Омлет фритата. Возьму небольшой кусочек. Ого. Протеин на весь день. Менемен. Здесь скрабл. Это фасоль. И запеченные помидоры. Наггетсы. Наггетсы на завтрак тоже есть. Кроме моего сына. Бюреки. Здесь готовят омлеты. Лаггетсы. Любимая зона с фруктами. Как раз успела на раздачу, на разрезание свежего арбуза. Сейчас нам будет арбуз. Такой красивенький арбузик. Отель работает по системе «Все включено». И здесь довольно-таки хороший выбор блюд. Так что голодными не останетесь. Это уж точно. Свежая выпечка к завтраку. Булочки. А вот мои самые любимые улиточки с кремом и изюмом. Зелень, помидоры, турчики. Мята зеленая, петрушка, лимон. Вот наша семейка уже готова завтракать. Кто-то уже все съел. Вот такая у меня аппетитная тарелочка. И, кстати, это не бекон. Его делают из курицы. Для турков постарались. Арбуз, булочки, зелень. Приятного аппетита. Здесь можно приготовить для себя кофе. Я себе закажу кафе-лате. Разные другие кофейные напитки. Или вот, например, соки. Вишнево-яблочный. Можно позавтракать вот на такой террасе с видом на море. Но здесь очень жарко. В отеле повсюду вот такие живописные уголочки. Достаточно много зелени. И вон там, видите, где зонтики, там находится бассейн. А эта дорожка вас приведет к морю. Посмотрим, что у нас сегодня на обед. Овощные закуски. Мезе, салаты. Различные овощи и всякие салатные миксы. Солености. И снова оливки всевозможных размеров. Соусы. А здесь у нас сладости. Очень хорошо, что все они очень маленьких размеров. То есть, можно взять несколько и попробовать. А здесь у нас всевозможные турецкие сладости. Шекер-паре. Печенюшки. Те, которые в сладком сахарном сиропе. И снова тортики всевозможные. Десерты шоколадные. Кокосовые. А вот этот мой любимый, мой фаворит. Похоже, это брауни. Вот еще такой симпатичный десерт. Здесь готовят пиццу. Иногда лахмаджун, пиде. Вот здесь пицца у нас. Кнайден калайгельсин печь. Отличие от завтрака в том, что можно взять алкоголь. Пиво, вино. Все, что вы хотите. Здесь у нас тушеное мясо. Картофельное пюре. Здесь у нас рис. Здесь у нас шпинат. Бюрек со шпинатом. Рыба в чесночном соусе. Здесь у нас диетический отдел. Горошек. Вареная курица. Здесь у нас морковь. Макарон. И остатки брюссельской капусты. Здесь я делаю пасту. Всякие всевозможные макароны, соусы. Лагельсы. Что у нас здесь? Тоже макароны. Здесь всякие вредные вкусные штучки. Что у нас здесь? Сосиски. Сосиски мы не будем. И жареный картофель дольками. Картофель по-крестьянски. В этом зале, который открытый, очень жарко. Поэтому, как видите, людей нет. Все сидят там, где есть кондиционер. Жарится гривь курочка. Мы такое любим. Мы такое возьмем. У меня вот такая тарелка в курице гривь и горошком. Сама собрала себе салат сборный. Фрукты нам на всех. И взяла себе пиво. Вот мы уже пришли на пляж. Здесь несколько сходов вниз. По этим ступенькам можно спуститься к пляжу. Есть небольшие такие отделения, где стоят шезлонги прямо над водой. Но спуска к морю сразу нет. Такие ступеньки здесь в камушках. И вот такой выход на пляж. Ай, Луна тоже плавает. Луна поплыла. Молодец. Молодец, моя девочка. Хорошо, хорошо. Умница, умница. Выходи. Вдалеке виднеется Ичмелер. Я зашла на пирс нашего отеля, где стоят шезлонги и зонтики. Это наше бунгало. А там уже вдалеке виднеется Марморис. Посмотрите, какая чистая вода. Бар на пляже уже работает. Можно брать напитки любые. Все это входит в стоимость. Единственное, что мне не очень нравится, это вот эти вот фоторосли в воде. В некоторых местах они прямо очень близко к берегу. Здесь тоже продолжение пляжа. Дошли в море морскую звезду. Сейчас мы на нее посмотрим, рассмотрим и отнесем обратно в море. Справа на пляже есть вот такой вот небольшой кусочек с песком и камушками, где можно поиграть с маленькими детьми. Мой мальчишка уже не маленький, но очень любит играть с песком. Смотрите, какую штуку сделал. Сразу над пляжем есть такое бестро-кафе, где можно взять гамбургер, картофель и пиво. И вот такие вот. В отеле тоже есть собачка, его зовут Марес. Отель называется Лабранда Марес, и его тоже имя Марес. Годовалый Кокер Спаниэль, да? Дружок нашей Луны. Хороший Марес. Малышка нас ждала. Малышка нас ждет. В отеле есть магазин очков. Магазин сувениров, если вы вдруг не успели купить на базарчике. Бутик с летней одеждой. И мини-маркет, если вдруг вам что-то понадобится, может. Также есть магазин кожаных изделий. Также здесь есть спа-салон для желающих сделать процедуры, массаж. На случай, если вам вдруг срочно понадобится золотое украшение, бриллиантовое кольцо, то вы можете найти это здесь прямо в отеле. В отеле также есть услуги парикмахера. Можно вам наплесить косички или вот их непримерные цены. Но обещают скидки. Для начала я хочу рассказать несколько слов о том, что нам не понравилось в этом отеле. В первый же день мне не понравилось, что в душе не было мальзама для волос, потому что после моря мне было трудно промыть волосы. Потом полотенце. Мужу досталось дырявое полотенце. И как бы для такого уровня отеля это не очень хорошо. Лабранда отель – это отель семейного типа. Он большой, здесь много детей, семьи с детьми. Но детский клуб работал очень плохо. Он как бы его вообще нет. Он находится внутри помещения, это закрытое помещение. И там заниматься только с маленькими детьми. Нет никакой определенной такой веселой, интересной программы для детей. Мы выбрали этот отель, потому что он pet-friendly. То есть сюда можно приезжать со своими питомцами. За это, кстати, снимается дополнительная оплата. И немаленькая. Но в итоге оказалось, что здесь ничего нет для того, чтобы нам было удобнее животных. То есть нам не давали никакой лежанки для нее, никаких тарелок. Не было места специального для выгула для животных. Или места, где можно с ней поиграть, побегать, отпустить ее погулять. Даже нельзя заходить в ресторан, в любое место, кафе или на пляж. То есть на пляже нам выделили место в самом конце, маленький такой уголочек, где можно было купаться именно с ней. Это, конечно, не очень удобно, потому что мы каждые три часа должны были навещать ее, проверять ее в комнате, выгуливать, выводить, чтобы она не шалила и ей не было скучно. То есть это не система pet-friendly в отеле, я так считаю. Из плюсов этого отеля здесь вкусная еда. Действительно, здесь хорошие повара и еда была вся вкусная, свежая и разнообразная. Мы же выселились из комнаты. Взяли себе мохито. И пойдем еще посидим на дорожку, как говорится. С вот таким прекрасным видом. Я надеюсь, вам понравилось наше видео, оно вам было полезным. Оставайтесь вместе с нами. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok